Как строится рабочее колесо центробежного насоса? Я хочу представить вам методику расчета основных геометрических параметров, которые вы можете видеть на этом слайде. На данном слайде представлены этапы того, как выполняется построение геометрии рабочего колеса центробежных насосов. Первым этапом выполняется построение меридианной проекции. Вы можете видеть на слайде слева меридианную проекцию, которая описывается геометрическими параметрами D2, B2. Буквой L описывается входная кромка, которую вы также можете наблюдать на поверхности лопасти. С этого начинается сама лопасть, всасывающая кромка, и выходная кромка, которая описывается параметрами B2, D2. Также на входе в рабочее колесо мы имеем диаметр горловины D0, который определяет кавитационные качества от центробежного насоса. Чем шире D0, тем выше кавитационные качества. И D0, который определяется больше конструктивными соображениями, это толщина вала. То есть через D0 должен еще проходить вал насоса. То есть если это многоступенчатый насос, то вал проходит насквозь. Если это одноступенчатый насос, то вал не доходит до края D0, до входа. В рабочем колесо центробежного насоса. Соответственно, первым этапом, когда мы описали меридианную проекцию и построили ее, мы выполняем создание поверхности лопасти. То есть данная поверхность лопасти, которую вы наблюдаете на данном участке слайда, описывается, можно сказать, одним параметром β. Это угол наклона лопасти. Математика, которая стоит за тем, как выполняется построение лопасти, представлена снизу слева. Здесь вы можете видеть схему того, как выглядит примерно численное интегрирование угла θ вдоль кривой M. Кривая M это у нас кривая от входной кромки до выходной на меридианной проекции для различных участков лопасти. То есть это участка втулка, основной диск, покрывной диск, это вот этот участок LES. По-английски это share out hub и средняя линия тока average, которая находится между втулкой, основным диском и покрывным диском, периферией рабочего колеса. По данным кривым M выполняется численное интегрирование и находится угол охвата лопасти. Угол охвата лопасти, если вы посмотрите на рабочее колесо спереди, это угол, который описывает длину лопасти. При взгляде на нее спереди, вот с этого ракурса. Соответственно, угол бета, изменяя угол бета, мы изменяем угол тета, угол наклона, угол охвата лопасти. И изменяем параметры рабочего колеса. То есть, мы можем, изменяя угол бета, на входе изменять угол атаки по отношению к потоку, увеличивать его при увеличении угла бета, либо уменьшать при уменьшении угла бета. А выходной угол бета, который описывает угол наклона лопасти на выходе из рабочего колеса для выходной кромки, определяет напор насоса. Он задает угол потока, угол наклона потока, который является основным параметром, который определяет напор насоса, напор рабочего колеса. Соответственно, после того, как поверхность лопасти построена, третьим этапом выполняется построение твердотельных лопастей. Здесь присутствует основной параметр t, это толщина лопасти вдоль кривых m по высоте лопасти. То есть, здесь можно видеть на входе, толщина лопасти небольшая, затем она увеличивается. К середине толщина лопасти достигает своего максимального значения. И к концу лопасти мы имеем небольшое утонение. Это если проследить на примере данного графика и данной конфигурации лопастной системы. И еще один параметр z, который описывает количество лопастей нашего рабочего колеса. После того, как геометрические параметры определены, соответственно, выполняется уже построение расчетной сетки и расчет гидродинамики для геометрии рабочего колеса. После того, как мы познакомились кратко с теорией того, как строится рабочее колесо центробежного насоса, я хочу показать вам методику для расчета основных параметров лопастной системы рабочего колеса. Она представлена вот в данном документе. Я его прикреплю к видео, вы сможете его скачать. И используя данные формулы, вот как можете видеть, вот расчет, например, d2. Это, если посмотреть на слайд, диаметр рабочего колеса. Представлена формула, в которой вы вводите свои данные, для каждого параметра здесь все это есть, и рассчитываете все эти основные параметры. Сейчас кратко пролистаю. Также здесь в конце представлена реализация на языке программирования Python, которую вы также можете использовать для примера. Также можете использовать Excel, что, возможно, более удобно и проще. Все, спасибо. В следующем части урока я познакомлю вас с тем, как выполнить построение параметрической модели рабочего колеса центробежного насоса в ANSYS Workbench, используя основные геометрические параметры, которые мы посчитали из предоставленной методики. Также хочу отметить, что для расчета основных геометрических параметров вы можете использовать другую литературу. Это автор Гаргиджанян, выбор основных параметров центробежного насоса. Там представлена методика того, как посчитать все эти геометрические параметры. Также можете использовать английского автора Гулих Центрифугал Памс. Там представлены также методики расчета, которые, в принципе, и описаны здесь на русском методике, которую я представил. Те же примерно формулы используются. Соответственно, это все на сегодняшнем лекции. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...